Экстренные службы Наринмара по тревоге сегодня были стянуты к котельной номер 3. Под землей произошло серьезное ЧП. Человек, который работал внутри теплового колодца, потерял сознание. Скорее всего, из-за попадания в легкие ядовитого газа метана. Таков был сценарий очередных учений газоспасательного отряда поисково-спасательной службы. Как это было, расскажет Олег Хатанзейский. На место ЧП спасатели прибыли за считанные минуты. Несколько секунд на сборы спецоперация начинается. На дне теплового колодца, его глубина от 3 метра, находится мужчина. Вероятно, он без сознания. Во время работ под землей пострадавший отравился ядовитыми парами газа. С помощью этой треноги альпинистского снаряжения под землю спускают сотрудника газоспасательного отряда. С собой баллон сжатым воздухом для пострадавшего. По рации передают. Мужчина без сознания, но пульс не пропал. На человека одевают маску с кислородом, прицепляют к тросу и в срочном порядке поднимают на поверхность. Газоспасательный отряд в поисково-спасательной службе появился 7 лет назад. Именно эти специалисты выезжают на происшествия подобного характера. Впрочем, в реальной жизни спасать людей, которые отравились в колодце парами метана, пока не приходилось. Вот именно такого в Норинмаре не было. В целом, вообще по России, да, было и да, часто. Проваливались в люки. Лично у нас тоже было, тоже доставали. Но пока без оборудования. Ну, всякое бывает. Тренироваться надо. Один из трагических случаев произошел в Воронежской области. В канализационном коллекторе погибли сразу 4 человека. Друг за другом. Все задохнулись ядовитым газом. В колодце он копился несколько месяцев. Выжил лишь один. Я только его ухватил. Такой упал. Я держал его. Я не помню. Я сознание потерял. Все. Только его держал. Чтобы он не захлебнулся. И это отнюдь не единственный случай. Ежегодно на дне колодцев гибнут десятки людей. Причина одна – отравление метаном. Оказавшись там, на глубине всего нескольких метров, человека достаточно вдохнуть небольшое количество ядовитого газа. И тогда шансы на спасение приравниваются практически к нулю. Если человек оказался на дне колодца, ему нужна помощь, срочно звоните спасателям. Ползти туда самому категорически запрещено. Всего несколько вдохов и помощь потребуется уже вам. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.